Здравствуйте! Сегодня существует различное понимание относительно храмовых ритуалов в древнем святилище, именно которые основаны на древних манускриптах. И для того, чтобы в этом разобраться, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Андрей! В прошлой программе вы сказали такую, ну не совсем понятную и для современных людей, для меня лично вещь, такой вопрос, что за проступки людей, да, для того, чтобы человек был оправдан, за проступки людей приносили в жертву животных. То есть, ну абсолютно непонятно как бы смысл, причем здесь животные, почему животные, и есть ли какой-то ответ на этот вопрос? Да, в самом начале прошлой передачи, Андрей, мы говорили о том, что храм, его структура является моделью небесного жилища Бога. Да, тем более, если вы говорили о том, что это был слепок, это была модель, которую должны были в точности повторить, а вот это значит было непосредственно сказано Всевышним, да? Да, 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 ну не совсем получалось, не совсем оно было в точности, но принцип сохранялся, точно так же и есть. Я имею в виду про животных, то есть, значит, это указание было непосредственно. Это указание, да, действительно, так оно и было. Вот я здесь должен сказать, в начале второго века нашей эры возникло вот такое вот под влиянием эллинизма Олигорическое понимание священного писания, Олигорическое столкование. И там вот были такие Олигористы, вот Ориген, в частности, вот, еще был автор послания Варнавы, вот, псевдо-Варнавы, потому что Варнава, конечно, уже не жил в то время, когда это послание увидело свет в 145 году. И они обвиняли и Моисея, и евреев в том, что это все были символы, а евреи такие вот глупые взяли их и буквально начали исполнять. Вот, на самом же деле здесь речь не идет о... Это имеется в виду именно о жертвоприношении. Да, 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 и храм построили. Естественно, в чем здесь проблема? Проблема однозначно говорится в Ветхом Завете, в книгах Моисея. Бог повелел Моисею. То есть, когда мы пишем, когда мы говорим о жертвоприносительных ритуалах, то у нас постоянно книга Левит, которая описывает, она начинается с слова, вот, сама книга на иврите, она называется Ваикра. Ваикра означает и воззвал, и позвал Бог Моисея с кинею собрание, и сказал Моисею. Вот так вот начинаешь читать, особенно вот, если берешь, пытаешься читать свиток Торы, вот, на иврите, самый настоящий, вот, рукописный. То там абзац, и вот каждый абзац начинается с одинаковых слов. И позвал Бог Моисея с кинею собрание, и говорил он ему, и говорил, скажи сынам Израилю, чтобы они то и то сделали. То есть, вот это Ваикра и воззвал, это как раз книга, которая описывает нам древние ритуалы. Ну да, естественно. То есть, если мы говорим, что это все аллегории, значит и голос Божий Моисею был аллегорией. Тогда, может быть, Бог вообще не говорил, может быть, Бога вообще нет, это сплошная аллегория. То есть, мы можем так откровенно договориться. Да, да, но смотрите, Александр, если это не аллегория, то что это? Это очень конкретная модель. То есть, аллегория и модель – это разные вещи. То есть, Бог дает определенную модель, наглядный урок того, что Он предполагает сделать. И об этом пишет пророчество. Если мы посмотрим 53-ю главу книги пророка Исаии, то мы видим там описание вот такого вот страданий раба. И вот… Да, 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 это всем известная глава. Да, это очень известная глава. И вот здесь о нем говорится. Он взял на себя няши немощи, 4 стих. Он понес наши болезни. Вот, дальше сказано, Он изъязвлен за грехи наши. То есть, изранен, да? Да, мучим за беззаконие нашего. Наказание мира нашего было на нем. Все мы блуждали, как овцы, совратились на каждую, на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. И дальше сказано, Он как овца был введен на заклание, как агнец предстригущим. И в конце самом еще говорится о том, что душа его приносила жертву повинности. То есть, весь этот язык. То есть, фактически, вот к этому мученику Мессии, который описан был здесь на страницах 53 главы книги пророка Исаии, применены были все свойства агнца жертвенного, который умирал в храме каждый день, когда его приносили в жертву. То есть, это не аллегория, не художественный образ, а именно конкретный образ, конкретная модель будущих событий, которые произошли. Да, вот эти агнцы, которые приносились каждый день, как в храме священникам, так и непосредственно грешник приносил за свои грехи, это все указывало на страдание вот этого Мессии раба. И уже в Новом Завете первые слова, которыми Иоанн Креститель представляет Иисуса будущим его ученикам, своим ученикам Иоанна Крестителя, он говорит, все агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть, для учеников его, для учеников пророка Иоанна это все было понятно. Да, это все было понятно. Согласно храмовым ритуалам. Да, они все это видели в храме, как это происходило. Они изучали книгу пророка Исаии. И когда пришел тот, кто должен был это так и исполнить, то Иоанн на него показал, и они за ним пошли. Александр, вы в прошлой нашей программе говорили о том, что есть некие храмовые термины, которые сегодня не употребляются в современном еврейском языке, но которые чисто профессиональные термины священников, да, и которые конкретно показывали на храмовые обряды и ритуалы. И вы говорили еврейское слово, я забыл, как оно звучит, которое является основой этих ритуалов. Да, да. И мы так и не успели об этом поговорить. Да, да. Это слово, которое происходит от глагола. Масса слов однокоренных от глагола. Кипер-аль. Кипер-аль, да. Да, отсюда и кипур, вот мы говорили в иудаизме, отсюда и верхняя часть ковчега, кафорет. Что же, какое значение это слово имеет в древних храмовых ритуалах? Как оно показывает именно на то, как воплотилось. Да, 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 мы говорили как раз, насколько средневековый иудаизм, который уже развивался абсолютно вне контекста храмового служения, он использует это слово совершенно по-другому, как оно использовалось в храме. И вот здесь, как русский синодальный перевод это переводит, написано так, возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет благоволение. Это я читаю Левит, 4 глава, как раз мы говорили немножко о жертве, о ритуале принесения ола, жертвы всесожжения. Это, вы еще говорили, это книга священников, да? Да, да, да. И вот это слово кипер-аля, оно употребляется только в книге Левит. Это только священнический такой вот профессиональный термин. Да, да. Поэтому за пределами этой книги он не употребляется ни в каких других контекстах, даже в древних контекстах он не существует. Это только храмовый термин. Вот как? Человек возлагает руку, да, вот самое первое действие при совершении ритуала, на голову жертвы всесожжения. То есть я хочу немножко напомнить зрителям, для того, чтобы мы более наглядно понимали. Александр, в прошлый раз вы говорили о том, что прости сказать нельзя, потому что есть некая ответственность за проступки, да. И вот в данном случае, как с человеком, который разбил чужую машину, которая не была застрахована по полной страховке, да, за которую нужно ее восстанавливать. То есть кто-то должен взять на себя ответственность. Тот человек, который разбил, ответственность взять не может. Соответственно, должен восстанавливать тот, кому принадлежит машина. Ну, конечно. И здесь мы смотрим на ту же самую ситуацию. То есть приходит в храм человек, который совершил проступок, который не может заплатить, да, то есть не может полностью взять на себя ответственность. Ну, он может, только, и мы, если вообще, когда смотрим в книге Левит, когда мы говорим, грех его на нем, это обычно относится к человеку, которого приговорили к смерти, к высшей мере наказания. Вот как, то есть кто-то должен умереть. Да, то есть либо это умирает грешник, и вот определенные ситуации, да, вот... А за какие проступки? Вот вы можете привести, ну, как бы, ну, может быть, там пару примеров, за какие проступки человек должен был прийти в храм и принести жертву? Ну, дело в том, что фактически за, например, если мы возьмем, вот, если говорим о жертве за грех, да, это Левит 4 глава, то всякое нарушение заповедей Господней, о котором человек не знал, и потом он узнает, то это, в общем-то, считалось, тогда он виновен становится, и за свой грех он приносит жертву. То есть вот именно грех по ошибке, когда человек спотыкается... То есть то, что он делал неумышленно. Да. Не спланировал, то, что он не планировал. Да, за любой неумышленный грех, который не планировал, который не совершается вот таким вот, ну, что ли, как грех высокоподнятой руки его. Да, то есть когда человек это планирует, когда человек это умышленно все делает, знает, что делает неправильно и продолжает. Да, он знает, что... он считает, вот, умышленный грех – это грех, который... Я это буду делать, я это знаю. Я хочу сказать, большая ответственность была в древние времена за проступки. То есть, к примеру, может быть, человек участвовал в каком-то заговоре, да, и вдруг узнал, что это... Нет, здесь не совсем... ну, здесь не совсем так. Вот, например, что может быть, к примеру, ну, вот, пример греха по ошибке. Вот, например, человек... написано, помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, да, седьмой день суббота, Господу Богу Твоему. Вот, ну, если привести сегодняшний пример из жизни, я просто расскажу, как однажды случилось в одной из общин, которой мне приходилось там совершать служение. Вот, значит, эта община состояла из верующих людей, которые, вот, ну, были христианами, но им открылась вот эта четвертая заповедь о субботе, их даже с ихних общин поисключали. И вот они пришли, и мы с ними проводили богослужение. И у нас всегда после богослужения всегда у нас был обед. И вот однажды, и я знаю точно, что эти люди, они в субботу не выходили на работу, все, ну, то есть понимали заповедь. И вот однажды, вот, обед, раз, значит, спускаюсь, мы там снимали помещение богослужебное, наш, как говорится, зал находился наверху, а в подвале было вот помещение, где можно было, как говорится, пообедать, пообщаться. И вот, ну, обычно все, каждый, кто приносил, чем Бог послал. И тут, значит, смотрю, раскладывают на столы, а вот троих ребят почему-то нету. А где они? В том выяснилось, что они увидели, что мало принесли, чем Бог послал, и решили это дополнить. В кафе пошли. Поехали в кафе, заказали пиццу, привезли. А, ну, что сделать? Ну, пришлось мне с ними. Ну, покушали, да. Покушали, конечно, но потом пришлось мне с ними объяснять им об этом немножко. Но они, как говорится, увидели, да, наверное, это тоже нехорошо, вот, в день субботний, который мы Богу посвящаем, вот, ходить по магазинам. Вот это неумышленная поступка. Да, да, понятно. То есть поступок, когда человек, ну, понимает, что суббота день Господний, но он не понимает. То есть в древнем обществе за такие, ну, как бы, неумышленные проступки человек мог умереть? Ну, если бы, ну, то есть ему открыто, он виновен, то есть он чувствует себя виноватым. А, вот как, да. То есть если человек... Ему нужно снять с себя... Когда он чувствует себя виноватым, он с себя снимает грех, принося жертву во святилище. Да, да, да. То есть это отличается от человека, который не чувствует себя виноватым. То есть человек, который не чувствует в древнем Израиле себя виноватым, а продолжает делать. Вот, например, допустим, такое есть текст. «Если кто был найден лежащим с женою замужней». То есть тут конкретно подоплека «найден», да. Это значит, что даже не пытались сокрыть свое бесчестие. То есть вы ощущаете здесь разницу. То есть они это делали... То есть даже, допустим, вот я так возьму, человек впал в искушение и что-то согрешил. И он чувствует себя виноватым, что он это сделал. Это жертва за грех. А здесь их нашли. То есть они даже не пытались спрятать, они не в наглую это делали. Естественно, это считается уголовным преступлением, и за это полагается высшая мера наказания. Вот. То есть в этом отличие. То есть такой человек, который узнавал, и его тяготила вина. Да, если человек оттяготила вина. Он должен был прийти в храм. Да, да, да. И принести в жертву животное. Да, и вот здесь именно написано. Он возлагал руку на голову жертвы с сожжением. И сразу же он приобретал благоволение во очищение своих грехов. Вот это во очищение грехов его. Вот это таким образом русский перевод, синодальный переводил выражение кипераль. Кипераль. Во очищение грехов его. Я понимаю, что это, как сказать, вот этот специфичный священнический термин, его надо объяснять вам. Да, естественно, его надо объяснить. Значит, очищение грехов. Да. То есть это очень непросто. Ну, то есть снять вину, вот в контексте того, что мы говорили. А да, вот оно, кстати, так и выходит. То есть очищение, вот этот кипераль, производится после того, как грешник возлагал руки на жертву всесожжения. А возложение рук, оно очень интересное, имеет коннотацию. Вот, например, если мы посмотрим разные стихи священного писания, например, книга Левит, 16 глава, написано, что первосвященник возлагал руки на козла и исповедовал над ним грехи всего Израиля. То есть при возложении рук происходит вот это исповедование грехов. Но не только вербальное исповедование. Происходит так называемый перенос греха. Вот мы видим возложение рук в другом контексте. В другом контексте у нас получается, что книга числа, 8 глава, что весь народ Израиль, весь израильский народ должен был возложить руки на левитов, которые вместо первенцев, там по, согласно книге Исход, 13 глава, каждый первенец в семье должен был совершать, должен был идти в храм на служение, посвящался Господу. Так вот, вместо первенцев эту задачу выполняли левиты. Ну, в данном случае, вот давайте вернемся к нашей истории. Человек приходит, к примеру, человек совершил что-то, за что его мучает совесть. Он понимает, что на нем вина. Он приходит в храм, то, что вы сказали, возлагает руки, значит, переносит свою вину, правильно? Да. Так, и после этого, вот, это животное должно было умереть. Умереть, да. Это животное фактически... И все, на этом все, да? Да, то есть, не совсем все. Так. Не совсем все. Но, изначально, вот, если мы говорим о Кипуре, да, то есть, о Кипуре, вот, Кипур наступал после того, как человек снял с себя этот груз, перенеся его на животное. Так, то есть, человек, образно говоря, даже не образно, а прямо говоря, должен был себе, то есть, должен был отдать ответственность за свой проступок, как вы приводили пример с машиной, в случае с машиной. Да, да, да. Что кто-то теперь должен за это заплатить. В данном случае платило за это животное. Но тут даже если взять не юридическим языком, даже если взять языком психологии, мы же люди, мы так устроены, нас, в общем-то, если так взять по большому счету, Бог нас так состворил, что мы нуждаемся, мы не можем носить свои проблемы в себе. Да, конечно. У нас, если мы это делаем, у нас обычно начинается... Поэтому сегодня у психологов много работы. Да, 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 что делает психолог? Вот психологовая задача просто выслушать. А человек приходит, вот он разгружается. Да, да. Вот у нас есть, и вот точно так же от греха есть вот эта вот разгрузка. Вот это вот кипераль, это способ разгрузки. Согласен. Причем он здесь настолько в книге Левит, ну, он в буквальном смысле разжевывается. Наглядно вот эта разгрузка. Вот если мы посмотрим жертва за грех, да, мы говорим, возлагается рука на голову жертвы всесожжения. Жертва эта умирает. И вот когда приносится жертва за грех, то написано дальше такие слова. И очистит священник его, и прощено будет ему. Вот это очистит опять выражение кипераль. То есть кипераль делает священник. Вопрос, что он непосредственно делает. И вот Левит, шестая глава, нас это показывает, что конкретно делает священник. Он написано так. Вот закон, Левит 6, 25, о жертве за грех. Жертва за грех должна быть съедаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Я не совсем понял. То есть после того, как жертва умерла, жертва умерла, да, то есть ее закололи, ее нужно было съесть. Священник, советующий жертву за грех, должен есть ее. А, то есть вы сейчас читаете это из книги священников, да? Да, 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 это книга Левит, 6, 6 глава, 26. Как священник совершал очищение, как священник делал вот это действие, кипер-аль, или совершал этот кипур, он ел это мясо, жертву за грех. Причем это не шашлык. Это делалось, варилось баранина или козлятина просто в воде, даже без соли, не говоря ни о каких специях. Вот, очень невкусно. То есть, смотрите, если я правильно понимаю, человек, который переносил вину, должен был убить эту жертву, и потом нужно было это мясо сварить и съесть. Да, священник потом это забирал, варили ее. А в чем был смысл? Раз это был такой обряд, значит, в чем-то был смысл. А дело в том, что книга Левит объясняет смысл этого. Моисей объясняет это двум сыновьям. Левит – это книга священников, да? Ну да, Левит – это книга с инструкциями. Для священников. Для священников, да, поэтому так она вот в греческом переводе, септуагинтия уже звучит. В еврейском она называется Ивазлав, Вайкрау, да. Но в любом случае здесь даже критики ее называют священническим кодексом. И вот здесь, вот здесь Моисей объясняет двум сыновьям Аарона, Элиезару и Ифамару. Он им говорит, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? И дальше он говорит, ибо она святыня великая, она дана вам, чтобы снимать грехи с общества. И дальше идет вторая строчка этого, как бы синонимическая фраза – очищать их перед Господом. Вот это «очищать», опять «кипераль». А, здесь снова «кипераль». Да, всегда русский синодальный перевод всегда, постоянно переводит «кипур» или «кипераль» как «очищать», «очищение». То есть, получается, вы сказали, что таким образом священник брал на себя? Ну да, то есть, очищение – это не какой-то там вот химический, фильтрационный процесс. Очищение в данном случае – это священник снимает с грешника грех и берет его на себя. Вот как. То есть, после того, как умирала жертва, ее нужно было… Мясо ее съедалось. И далось священникам, тем самым священник на себя начинал брать на себя… Ответственность. Да, на себя ответственность. Да, вот это очень важно. Если мы говорим опять аналогию про страховку, да, если есть полная страховка, то фактически водитель разбивает свой автомобиль, а страховая компания берет на себя расходы по восстановлению. То есть, все, на водителя ничего нет. Ответственности нет. Поэтому он особо не переживает. Да, страховая компания записывает это в убыток себе. То есть, вот это вот что происходит. На грешника, вот это процесс. То есть, кипур – это процесс снятия греха. То есть, вот таким образом древние манускрипты книги Левит учили израилитов древних, как нужно снимать с себя вину. Ее можно было сделать… Это сделать можно было только передав ответственность кому-то другому. Удивительно. И эту роль играл священник. И это была модель. Да, это была модель. А в послании к евреям нам написано, что этим священником истинным является никто иной, как Иисус. Спасибо, Александр. Хочется еще много вопросов вам задать по этой тематике. Дорогие друзья, пожалуйста, продолжайте смотреть наши программы. Мы будем задавать Александру Болотникову вопросы относительно того, какие же загадки хранят древние манускрипты. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok